Здесь старались воплотить идеи вот той самой социальной справедливости, оптимизма, внимания к нюхам рабочего класса, в том числе и в архитектурных сооружениях. Часто все от района Созаводской площади, улица Созаводская, она в 40-х-50-х годах мыслилась как один из наиболее худших. Это престижно, несмотря на застройку отчеты Москвы. Но правда, сталинский курс, в котором предполагалась застройка этой улицы, он наиболее полный на стол отражения в условии, который перестал. То есть это сдержанная, солидная, но полное воплощение идей сталинского актера. Ну вот, внимательно смотрим, она обидает. Полюстрада над карнизом, декоративный градус, вертикальными стойками болятки. Типичная ампирная деталь. Функционально она совершенно не муссна, но зрительно увеличивает здание, и в то же время за счет вот этого ажурного слоя это облегчает. Килястры, то есть вертикальные выступы с базами, капителями, вот они перед нами. Эркеры, вертикальная, опять-таки, конструкция. Сандрики, вот мы видим над оконными проемами, фрагменты карниза. Тоже типичная классическая деталь, воспроизведенная вместе с резьбой декоративной. Горизонтальные тяги, которые членение здания на отдельной части обеспечивают. Имитация кладки, грубо говоря, такими опактуренными блоками. Кирпичную стену облицевали, и вот ощущение почти ренессанса возникает. То есть вот сталинский ампир во всех его деталях и в общем конструкционном здании. В точно таком же стиле планировалось и ядро на Базаруской улице. Если начало ее застройки связано с именем главного архитектора Москвы, с 50-го года им был Ласов Александр Васильевич, то ближе к середине его на этом посту, в середине 50-х годов, сменяет Иосиф Игнатьевич Лавейко, а он мыслил ансамбль. И вот некое подобие спроектированного и построенного на Иосиф Игнатьеве ансамбле из шести домов на проекте мира попытались в районе Ярославского рынка. Буквально на днях мы с группой там были. Вот шесть зданий, центральная возвышенная часть с характерными башенками, ярусами, в ближайших городах плюс, но на почти в один в один не воспроизведена и здесь. И боковые здания, шесть штук, как на проспекте мира, так и здесь. Но, правда, воплощал это не сам Лавейко, а тогда еще очень юный архитектор Шевердяев. Но по эскизному Хован проекту «Самовой Осенью ночи». Но в 50-е годы начинается борьба с украшательством в архитектуре. И если центральные части, что на проспекте мира, что здесь, они вот были еще декорированы, карнизами, бандитрада, билисты, то боковые здания, как мы видим, конструктивно, они точно такие же, как и основная часть. Но никаких элементов декора на них мы не наблюдаем. Это образец вот такой вот обыденной архитектуры. То есть предполагается, что резьба, ликминность, обычные корни, депиляция, все это исчезает. Но помните, с чего начинается полегация? Ирония судьбы. Когда вот идет мультипликация, и украшенный дом в процессе долобки, он лишается все балкона, корни. Вот нечто подобное мы в 50-е годы имели в московской застройке. Повторяю, конструкция ничем не отличается, исчезает только декор. То есть на одном небольшом пространстве мы видим, как в течение буквально 5-6 лет менялся облик домов. Вот они рядом, вот все метры друг от друга, но выглядят совершенно по-разному. Замечу, что в 20-е годы размах экспериментов и попытки отчислились короткой атмосферой населения Планетарского района предпринимались еще более масштабными, но если учесть возможности эпохи. Сейчас мы по улице Мастеркова. Да-да, вот это вот здание, ну, конструкции у нас сейчас здесь угадывается, что тут инструкциями там. И надо сказать, что мы многими сегодняшними годовыми реакциями обязаны фабрикам, ну, мы иногда даже для них не догадываемся. Здесь не только речь шла о том, чтобы витализировать процесс приготовления пищи, ее раздать и сохранение, мытья посуды и так далее. Сказая, этому он тоже создавал большое значение. Ну, люди постарше, может быть, даже имели счастье, бывать на втором этаже, где столовая была огромная, на две с половиной тысячи посадочных мест. Причем сам процесс входа, получение относов, усадки и формы на грязь посуды очень сильно напоминал заводчу конверт. И в этом ведется глубокий смысл. И где ты считаешь заводчё, там, туда? А вот садись многотысячные коллективы, одновременно одинаковые порции получают, одновременно их съедают, вот чувство коллективизма, чувство локции, даже вот в процессе доедания, дохода, 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 должно быть лучше. Потом, правда, идея была расширена. Да, хорошо, конечно, вот, организовать массовое питание, но не худо бы и какие-то услуги. Давайте, скажем, доставка, где-то, что давала, вот, там, где-то, что-то. А потом, с легкой руки Анастасии Ивановича Микояна, производственные мощности фабрики «Бухань» были задействованы для производства полуподекарности. Но здесь, Микоянаский час, это все вот в адрике «Бухань», и их «Махинав». Микояну подсказали, да, вот, 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 на праздничного школу, два, 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 три, два, три. и большие люди, уравнившие хорошие шампанские, и все, и все, и все. Ну там, где собственность, там, как говорили, у нас. Практика, что не есть шампанская, в своем случае, да, в 2-й год. Водки, в методике, в этом не было, но в шампанские, советские, когда они в 2-й год, кричат, в этот шаге производить, в 2-й год, в 3-й год, в 3-й год. Ну, понятно, что основное в нашей среде шампанская логика, это не очень сильное, а в 2-й год, а в советские шампанские, а в 2-й год, в 1-й год, в 1-й год, в 2-й год, в 2-й год. По слову дальше, то, что мы сегодня в своем рационе имеем сок, пустовое, овощи и прочее, это частный образ для того, что я посетение соков не употребляла. Вообще, не было такого понятия, что в середине, как там и городе. Ну, наверняка, многие читали, облитажная логика не подбирала. И там у них есть слова, посвящённые американской системе общественного питания. И они, ну, понятно, под определенным геологическим углом, что вот, население привлечили в СОТ, потому что это выгодно, именно из СОТ. Но мы тоже, когда виселлан, и покупали соматные 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 и выводили, что больше, у нас нужно речь в СОТ походить в СОТ как ведёв, сомат. То есть это сочинка была тихонка с конца 30-х годов. Поначалу сочинка братьевые сочинки, но опять же вот, например, потом для промышленного производства. Мороженое промышленное производство сначала порционно, а потом на ровес, а потом и порционно промышленное составление. Это были две митаяны, и поначалу он тоже вкладывал. Сталин даже посетитель сказал, что Митаянка будет из-за мировки в Америку, очень радует для обеззарки промышленного производства мороза. И Сталин заметил, что для Митаяна строительство промышленного бензанка и так важный, как обеззарка промышленного производства мороза. А вот идет разные производства. Значит, Питчер. Поначалу это был на ровес, но производился на мощности вот этих самых вкладных пиццов. Причем так назывался Питчер. Производство использовалось и после войны. Но пицца была та же самая, технология та же самая, но он назывался соус. Итак, не просто постройка 20-х годов середина, а еще и вот эпизод из-за наших последних лет, который мы так заложили сегодняшний год. Как я сказал, в профсоюзе в Италии в более серьезных местах, но и в Чарльске началось, буквально первое строение. То есть хорошим артистам заказывали проекты. Главное затеяние 7-ти проекты. То есть определить, какими формами, в какие сроки, и за какую цену следует решать, и за какую цену следует решать. Это делали самые разнообразные. Мы рассматриваемся, что мы делали, что мы делали нам экономно. Переходник Греха стала очень популярной идея города Садо. Так, Креховский переход. Идея города Садо. Но идея города Садо просто стала осуществляться в Москве в 2000-х годов. Сразу, с начала Греха. Но, не только здесь, без организма. То есть располагалось, вместо Греха, считалось, что это холистический город, в России. Это не человеческий город. Комада. Это не здоровая атмосфера. У них терминал. Экология. Все. Поэтому надо вернуться назад в природе. Вот такие сельского типа поселения. И Соколов таким и является. По сути, сельским поселением. Но власть, в принципе, что в Европе, в Казуре, проехали, да? Сложно существовать в стране, где предприятие больше 1% населения. А если сейчас будет еще и курс на дезорганизацию, на создание вот таких поселков, то контракт может раствориться и сбежать в стране базу. Мы ее заменили. Моссовет принимает 25-го готового решения о том, что застройка района Синького и Слободы должна осуществляться в домах, в Казуре, от 4 до 6 этажей, и только в Казуре. Сейчас уже не должно быть. Пять компактными кварталами по традиционной схеме самодостаточную домовку с закрытым двориком, с посемейным заселением благоустроенных квартир и даже с отдельными для каждой квартиры кухнями и ванными комнатами. Собственно, именно идеи Лео Серка легли в основу знаменитого постановления об организации нового быта. Собственно, и сам Лео Аксельевич Серк, и академик Жалповский Иван Владиславович, они и разрабатывали для района Симоновой Слободы эскизные проекты. Но, чтобы уж к Серку больше не возвращаться, замечу, что обаятельный этот человек практически в одиночку в середине 20-го столетия по личному заданию Сталина разработал так называемое урочное положение, то есть СНИПы, строительные нормы и правила, которые, дополняясь, действуют вплоть до настоящего времени. Итак, то, что мы видим перед собой, вот это вот желтое пятиэтажное здание, это типовой дом. Предполагалось, что только в Симоновой Слободе должно быть построено 14 таких домов по семейным заселениям квартир. И когда его возвели и в торжественной обстановке организовали новоселье, а заказанный был профсоюзом металлистов и металлургов, то не только видные руководители московские сюда съехались, но и популярнейшие в те годы поэт Владимир Владимирович Маяковский. И об этом доме, может быть, даже не подозревая этого, каждый из вас еще в детстве слышал, когда в школе стихотворение Маяковского рассказ литейщика Ивана Холодарева о вселении в новую квартиру. Наверняка такие стишки у вас памятные. Я пролетарий. Объясняться лишнее. Жил, как мать произвела, родив. И вот мне квартиру дает жилищный мой рабочий кооператив. Во ширина, высота во, проветрена, освещена, согрета, все хорошо. Но больше всего не запомнилось это. Это белее лунного света, удобнее, чем земля обетованная. Это, да что говорить об этом, это ванная. Замечу, когда Маяковский писал строчки, у него самого ванны не было. И под впечатлением, буквально этим же вечером он уезжает в Свердловск в Торческую командировку, и там вот знаменитые стихи пишут. Замечу, что действительно ванная комната для 20-х годов в каждой отдельной квартире это была роскошь совершенно немыслимой. И идею это погубило. Слишком уж это дорогие накладки. Да, две комнаты в квартире, отдельная ванная, ну, какие-то рамки лезят. И проекты стали срочно дорабатывать. Но у нас зачастую любая доработка связана с ухудшением. Давай мы вот кухню и ванную, пусть по семейному населению, квартиры отдельные, но санузел и пудня на две квартиры, один общий. А потом, да, давайте на коридор, на 4 секции, 4 квартиры, вот одну для них ванную, а потом более хорошо. То есть, в общем-то, вылил все в традиционную коммуналку. Всего вот такие дома было построено 4 штуки по всей Москве вместо задуманных 14 в качестве первой серии. То есть, на самом деле, вот до массовой ваннизации советской страны потребовалось еще более 30 лет. Я, если помню, безумно завидовал тем, у кого были собственные ванной комнаты, потому что у нас семья до 64-го года, каждую неделю ходила в баню, а в промежутке, ну, мне в 10 лет, как казалось, очень стыдным и неудобным, в общем, меня в корыте на кухне моют каждый вечер. Когда появился, говорится, в ванной, ну, я в полной мере в восторге Маяковского ощутил и оценил. Итак, это тоже памятник, тоже эпохи 20-х годов, хороший замысел, причем, действительно, замкнутый горик. Обратите внимание, ограда, у каждого такого дома своя котельная была, и в замкнутом дворе угольные, дровяные склады, на дворник, причем, если вы возвращались позже оговоренного времени, зимой это обычно 21.00, на летом 22.00, то ворота калитка заперты, и дворник, поругиваясь, вас пускал за некую плату небольшую. Просто так, но зато можно было смело отпустить во двор детей, зная, что на улице они устали, дворник их не выпасал. То есть была замкнута в дворах, и своя совершенно определенная польза. Идем к Симонову мануфирую. Ну, и более после времени, в последний свет, благополучие величия пришелся на эпоху Николая I. То есть первая планета 19-го века. Возникл уже обитель аж в 14-м веке Причем первоначально у подошвы холма, примерно в 600 метрах отсюда, в так называемом Старом Симонове в 1370 году. Там же и первые кельи монахов располагались. Но 9 лет спустя московский князь Дмитрий Иванович, позже известный как Дмитрий Донской, желающий могут присесть, посоветовал перенести обитель на возвышенность и дал практические советы, рекомендации по серьезному укреплению монастыря. Собственно, укреплялся он на протяжении всей истории своего существования. Те прясла, участки стен между башнями и сами башни с южной стороны, а там еще скамейка, можете сюда пройти, тоже будет слышно. Это в основном 17 век. И, соответственно, образцы архитектуры и технологические приемы как раз этой поры. Замечу, что шатровые завершения сравнительно редко в фортификации применяемый вариант. Это не деревянная конструкция, крытая свинцом, а это каменная кладка. На Бажена Курцов, на него Кривцов и Мышкин, они вот сделали такой нетрадиционный шатрик. Итак, что касается самой обителя. Собственно, своим появлением Симонов монастырь обязан бурной деятельности Задавящейся личности 14-го столетия реформатору Сергию Радуньскому. Собственно, Сергий провел реформу монастырского устава. Что это означало? Монастыри еще во времена Киевской Руси возникают в 11-м веке. К 14-му столетию едва ли не в каждой крупной усадьбе, в самом даже небольшом городке, обязательно был свой монастырь, а иногда несколько. Почему так происходило, можно легко понять, если вспомнить, что русские люди той поры состоятельные, а уж для алиссократов это было просто в обязательном порядке, на склоне лет предпочитали принимать постриг. Но считалось, что если ты в мир иной уходишь в монашеском статусе, то тебе это гарантирует дорога к Царству Небесного. И все, скажем, московские князья покидали этот мир под другими именами, нежели мы их знаем. Но здесь возникала проблема следующего рода. Люди состоятельные и родовитые, они имели свои совершенно определенные представления о комфорте. И даже принимая постриг, отказываться от хорошего жилища, хорошей кухни, привыкать, скажем, к тяжелому физическому труду решительно не хотели. И происходила странная вещь. Человек принимал постриг, приходил в монастырь, но приходил он со своей челядью, со своим поваром. Для него создавалась благоустроенная келья. Его послушание выполняли либо его же слуги, либо другие, более бедные монахи. Сам Сергий Радонежский, несмотря на то, что происходило с хорошей семьей, обладел многими ремеслами, в том числе прекрасно плотничал. И он писал, что в бытности его простым монахом, вот такие знатные его соседи, ему поручали выполнять их послушание, а расплачивались за плесневелым хлебом. И Радонежский вынужден был на такие условия соглашаться. Когда он достиг определенного веса, влияния, то осуществил монастырскую реформу в XIV веке, которая свелась к так называемому монашескому общежитию. То есть все живут в одних и тех же условиях. Нет никаких привилегированных келей. Общая трапеза. Все едят одно и то же, никаких исключений. Общие послушания. Причем на последнем Сергий делал особый упор. Тяжелый физический труд в обязательном порядке. Ну, понятно, соотнося это с возрастом и возможностями монаха. Причем сам подавал пример. Даже здесь, на территории Симона монастыря, им был вырод собственноручно пруд. Но причина здесь двоякого свойства. Во-первых, тяжелый изнурительный труд. Он резко ограничивается возможность польститься на какие-либо соблазни. Мы дальше подойдем к башне угловой, к башне долой. И вы увидите там в основании гигантские валуны, которые монахи ворочали до 15-20, до 50 тонн. Там есть вот в середине валуна. То есть, когда ты целый день ворочаешь вот такие гигантские обломки скал, у тебя уже не до похождения, а совсем о другом. Причем Сергий полагал, что даже если изнуренный трудом человек заснет во время вечерней молитвы, большого греха в этом нет. Зато он ни на какие соблазны не польстится. Был и другой момент. Уже Сергий Радонежский полагал, что монастыри, как и церковь в целом, должна, конечно, заниматься духовными делами, заботиться о душе. Но для того, чтобы свое предназначение в обществе исполнять, у церкви должны быть материальные ресурсы. То есть, церковь должна накапливать богатство именно таким производительным трудом. Позже именно Симонов монастырь в 16 веке в качестве эталона, образца рассматривал такой известный церковный деятель, как Иосиф Володский. Иосифу Володскому фигура противоречивая, но очень интересная. Он ведь в споре с нестяжателями, а это острейшая дискуссия, Нил Сорский, лидер нестяжателей, как рассуждал. Церковь только в том случае будет уважаемой, и любима народом, если она будет нищей. Страна бедная, а потому нищее население, видя сытого, лоснящегося монаха, вряд ли будет его слова воспринимать всерьез. Ну, сытый и голодный он не разумеет. А потому только нищая церковь, она может быть авторитетна в такой стране, как Россия. Иосиф Володский ему возражал. Ничего подобного, говорил Иосиф Володский. Для того, чтобы свои задачи в обществе выполнять, церковь должна всеми способами накапливать богатство. И пояснял это следующим образом. Богатство церкви – это богатство нищих. Что я имел в виду? Ну, конечно, хорошо прийти со словами утешения к вдове. Но гораздо ценнее будут эти слова утешения, если ты поможешь ей накормить ее сироток, дать им какое-то образование, помочь ей как-то ее насущные проблемы решить. А для этого ресурсы и нужны. Поэтому труд – это обязательно для всех монахов, так же, как и любые экономические предприятия, вплоть до растахсичества. В принципе, даже это Иосиф Володский считал допустимым. Но мы сейчас стоим перед масштабным. Это сушильня, так называемая. Сушильня или солодежня. Ну, в принципе, сушильня – это универсальное предприятие. Ну, выпало влажное лето. Ты полусырые снобы. Как будешь обмолачивать? Ну, просушиваешь их, если после этого обмолачиваешь. Но здесь можно и солод для пивоварения. В принципе, монахи в определенные периоды, сезоны могли позволить себе умеренно пиво и даже хлебное вино. Но в основном изготавливалось на продажу. Как монастырский квас, так и монастырское пиво. То есть, повторяю, разные источники. С тем, чтобы церковь предполагала ресурсами. И в этом плане, что созданный Володским Иосифом Волоколамским монастырь, что его предшественник Симонов монастырь, они не только святые места, но и очень эффективно действующие, высоко рентабельные предприятия. Ну, правда, богатство церкви – это, конечно, богатство нищих. Но в узком кругу Иосиф Володский рассуждал куда более откровенно. Если монастыри будут бедными, а монахи – голодными, то богатый и знатный в монахи не пойдет. А если так, то где мы возьмем архиереев? Вот это церковный генералитсея. То он, в общем-то, лучше бы формировался из каких-то влиятельных семейств, а эти влиятельные семейства привыкли к определенному уровню комфорта. То есть круг замкнулся. А вот в результате монастыри все-таки обеспечивали какой-то вполне достойный уровень существования с им насильником. Итак, родной племянник Сергия Радонежского, Федор, основал Симонов монастырь. Причем убедительными настолько оказались аргументы Сергия Радонежского 14 века, что не только церковные деятели, но и миряне воспринимали вот эту проповедь аскетичную и свое имущество целиком складывали в обитель, в которую они приходили. И надо сказать, что вот единым массивом владения монастыря в период его наибольшего расцвета, от нынешнего стадиона Торпеда и до Автозаводской улицы, это все территория и старая Симонова, и новая Симонова. Через полосицы здесь не было. В других частях России у монастыря тоже были и земельные участки, и крепостные души к монастырю были приписаны. Все это благополучие продолжалось до конца 18 века, до времен Екатерины II. Екатерина II провела так называемую секуляризацию церковного имущества. Она рассудила, что экономикой должно заниматься государство, а церковь душой. А потому все крестьяне монастырские, все земельные наделы были у церкви забраны. Монастырские крестьяне переведены в категорию экономический крестьян, и монастырь начал стремительно хереть. Причем на какое-то время он вообще был упразднен, но, правда, хоть восстановленный, как я говорил, при Николае I даже вновь расцвел. Монастырь стабропедиальный, то есть подчинявшись непосредственно сначала митрополитам, а когда в 1589 году появилось патриаршество на Руси, то и патриарх. Это как-то резко подняло его статус. Ну и некрополь при Симоновом монастыре один из самых почитаемых в Москве. Ну, собственно, вся московская верхушка, княжеская, аристократическая, она предпочитала быть погребенным именно здесь, либо на территории Старого Симонова, либо на территории, на которой мы сейчас находимся, да и внутри монастырских стен, особенно в восточной алтарной части, вокруг алтарной части храмов, захоронения практиковались. Тут и Апраксин, и Бутерлины, и Шаховский, и Лобаново-Ростовские, все сплошь, княжеские фамилии, и Мусин и Пушкин, и Графский род, они здесь покоятся. Позже и литераторы, известные общественные деятели тоже здесь нашли упокоение. Замечу, что с XIV и до начала XX веков, понятно, что здесь несколько слоев захоронения, и мы вот сейчас, в общем, стоим на костях, правильно говоря. Продолжалось все это до 1918 года, но даже после революции насельники нашли общий язык со сполкомом местного совета. То есть монастырь был упразднен, но пожелавшим здесь остаться монахам было разрешено. Более того, до 1928 года шли службы и в церкви Тихвинской, иконы Божьей Матери, и в Успенском соборе. Правда, соседями монахов стали пионеры. Тут сразу два, одно время. Дома пионеров была и для земли кружковой секции. А кроме того, часть помещений монастыря, Телорские палаты и больничные кельи, келейный корпус, они под общежитие были переданы. И монахи взяли на себя добровольник, кстати, взяли заботы по уборке территорий и даже уборке этих помещений, вот домов пионеров и общежитий. Но желаю вот поддержать отношения с новой властью. Что, впрочем, монастырь не спасло. В 28-м году все тот же, упоминавшись сегодня, профсоюз металлистов и металлургов принимает решение о необходимости создания парка культуры. Ну, как раз вот ЦПКО в 28-м год расцветает. Ну, и надо вот по всей территории. Парка культуры отдыхать здесь не получилось, но очень удачный скверик. Если бы ни одно обстоятельство. Захоронения, которые здесь были, равнялись землей, ограды, обелиски, надгробия, либо просто уничтожали, либо продавали как частным лицам, так и сторонним организациям. Бутовый камень, бордюрный камень для постройки каких-то там собственных, у кого на это возились деньги, домиков, так как и на металлургах давались ограды. И исключение было сделано всего несколько, но вот для невидимых, знаменитый литератор был похоронен, его перезахоронили на Владевиче, и знаменитых славянофилов отца и сына в царковах тоже перезахоронили. А основную массу захоронили, просто сравняли землей и все. Фрагменты надгробия на территории Старого Симонова и сегодня, можно видеть, в процессе работы извлекались, и там вдоль ограды выставлены. Что, впрочем, вызвало некоторое противодействие, но сразу после революции замечательный и специалист по древнерусскому искусству и человек с активной позицией профессор Троицкий попытался создать здесь музей древневоенного быта, древнего искусства и музей фортификации крепостного строительства. Ему в этом большую помощь оказал известный архитектор Барановский. Тот самый, что в свое время восстанавливал Кремль, Китай-город после октябрьских событий, архитектурную съемку, обмер, произвел многих зданий, ну и в частности, Казанского собора на углу Никольской и Красной площади. И когда собор все-таки был снесен, вопреки мнению Барановского, то его архитектурная съемка позволила в 1922 году его воссоздать в прежних формах. Здесь он тоже, поскольку по первому образованию был военным инженером, то вот потом мы внутрь, когда зайдем, увидим там уголок, собственно, три прясла, три участка стен монастырки сохранились, вот два перед нами и небольшой фрагмент со стороны Восточной улицы. И там вот двускатную крышу боевого хода в Машикуле. Ну, мы видим, что для 17 века сама система фортификационная была весьма известна совершенно. Помимо обычных бойниц в Парапете, мы видим и большие, и малые, в Машикуле бойницы для подошвенного боя, почти вертикально можно было. И, кроме того, в основании стен для размещения тяжелых орудий, которые на боевые ходы никак не поднимешь, сделаны тоже специальные бойницы, причем изнутри так называемые печуры, арочная ниша, в которых вот можно было разместить такие орудия. Ну, это изнутри мы потом разглядим. В целом, надо сказать, что оборонительная система Симонова монастыря, она пригодилась несколько раз и очень серьезно пригодилась. Помимо стен, естественно, ров возвышенность здесь естественная, поэтому вала не потребовалась, и была так называемая эспланада. То есть растительность, которая прямо перед стенами, это сравнительно поздняя. А так перед стеной сознательно выравнивался участок, освобождался от любых построек и от любой растительности. То есть, если бы вдруг дело дошло до приступа, до укрыться, вот по стволам было бы невозможно, как и складки рельефов, не спрячься. И, если бы вдруг, как просто, наше себя, каждое спритание повышено. В особенно серьезную роль Симонова монастыря в 2011 году, когда крымские татары, казыки Рея, в очередной раз, не просто подошли к Москве, а попытались прорвать даже белую еду. Решающее царование было на месте Донского монастыря, Но и со стороны Симонова тоже была попытка ходиться, прорваться. И тут серьезное сражение имело место быть. То есть в целом Симонов монастырь, один из целой цепи монастырей, которые, как говорили, сторона. То есть до Нилов монастырей, до Новодевича идет Вереница, Донской там позже появился, несмотря на то, что Новодевичий монастырь женский, но он тоже рассматривался как укрепление. Стены, кстати, невысокие, потому что река огибает. Но обычно сразу всплывают вопросы, если женский монастырь, как же гарнизон? Как там монашки с стрельцами? Стрелецкий полк на самом деле в повседневной жизни был распортирован по соседству, а в монастырь он только во время непосредственной грозы. Так, подойдем сейчас к угловой башне. После чего послезаем старую цепь. В консольной площадке между двумя пещерами как раз был подкос и на них располагались то есть крепость действительно была приспособлен для того чтобы на монастырскую территорию даже серьезные противники какие-то случайные там казачьи шайки а серьезные организованы противник войти бы не смог жаль что этот музей древнего военного быта барановскому так и не удалось сохранить он был музейчик от бога в нем далеко получилось итак территория патриаршего подворья церковь тихонской иконы божьей матери которая только что рассказал вот сама система декора которую мы видим восточной алтарной части она вот как нельзя более соответствует русскому культовому храму жальчеству конца 17 века ну и то сооружение из-за которого две трети монастырских постройкой три четверти собственно хилейных корпусов и храмов исчезли это работа замечательных архитекторов лидеров советского конструктивизма братьев-весниных я напомню что создателем пресловутой осы по сайтам и современных архитекторов главная организация конструктивистов создавал-то гидбург а вот председателем был леонид веснин и вот стоим в так сказать не самой парадной части но я специально возвращаю ваше внимание на одну деталь архитекторы во все времена ненавидели лестнице вписать в внутреннее пространство лестницу так что было функционально для лестницы необходимо и в то же время красиво и дешево бывает очень трудно и была такая организация Bauhaus в 20 веке это одна из наиболее признанных групп которые изменили архитектурный мир скажем так возглавлял ее одно время немецкий архитектор Бруно Таут и у него есть мысль которая сводится к следующему вот если бы я за всю свою жизнь не спроектировал не построил ничего а вот сумел бы выполнить лестничные клетки так как их выполнены веснины то есть то есть в этом проеме и обратно внимание это не зато отсосом ну как вот незаметно вопилюрова фраза экономно выразительно просто и в то же время идея масштаб то есть дух конструктивизма простые геометрические формы вот он здесь он оплачен повторяю совершенно второстепенные детали лестничные клетки обходим фасады они их приподнимали с два этажа и все как бы поедали в него то есть опору на грунта ну вот я на кончике везде вообще считал что люди на первом этаже не должны не видеть не работать это уязвить для человека нездоровые условия жизнь на первом этаже ленточное остекление второй принцип он тоже здесь есть отсутствие несущих стен поскольку есть железобетонный каркас тоже соблюдено плоская кровля да еще и функциональный спор понимаете я сам каждый день в доме центра союза плоской кровли никак не использовал а вот в доме наркомфина там над шестым этажом есть пентхаузы и общежития причем по формам даже навески очень похожи по форме дом наркомфина там в части вот такие же структуры но здесь правда астрономическая обсерватория да хрустковая часть астрономической обсерватории то есть он функционально задействован очень выразительные веранды нас замечу что вот физическое сооружение там то есть если ну в общественном сознании традиционно считалось что голубятник это человек непутевый бестолковый то в 20 начале 30 голубятник в общем не привечали даже здесь у голубятни была очень выразительно увеличенная вдвое полуротунда обращенной в сторону реки в западную часть мы отсюда не видим но вот эти стороны тела к корпусу зайти то она отчетливо просматривается замечу в целом что замысел братья Крестниных реализован менее чем на плане примерно от того что было задумано предполагалось что на месте сельсионных настройках построенных которые как будут и кружковая строительная и у и и и и и и и и и Стоит, вот то, что реально возвели, на месте главного собора. Причем сам момент взрыва снимала фильм «Кроника», но пока телевидения еще не было, то время отмещаться после «Стране», а они предварялись вот в фильме «Думашьи», и как раз гордостью в титрах отмечалась, показывая в кадре взрыва, что он осуществлен сознательно в годовщину смерти врага. В феврале этого же года журнал «Огонек» на обложке поместил фотографию, на которой была зачтена груда обломка Пустьевского собора, и вот залог, с которым руководствовался по местным союзникам, возмузлял данный. Возведем на месте очага мракобесия очаг тультура. Новая рецептная груда обломка должна была символизировать собой, что этот очаг мракобесия пришел к нам. Успенским собором не ограничен, восточные ворота, в городную церковь ее снесены, башня, западные ворота снесены, все приасла, северные, североятные, восточные части северные, восточные ворота сняли, восточные ворота с северные ворота сняли. И во времена Николая Первого, Николай любил Симонов монастырь, а поскольку по образованию был военным инженером, Никто не предполагал, что он императором ставил его. обратно ставшим, я считал, что ни очередь не дойдет, Никто не предполагал. Поэтому своим военно-инженерным образованием он занимался серьезно, основательно очень любил строительство, и большинство проектов, которые в столице осуществлялись, он лично организировал, а любимым архитектором был Николай, ой, извините, Константин Андреевич Тонт. Болевый архитектор Николая Первого. И нашелся богатый москвич, купец Иван Игнатьев, который предложил государю профинансировать строительство колокольня Симонова монастыря. И проект колокольня разработал, за финансом речь Тонт, параллельно с его работой на отграмоте со спортом. Конец 30-го, начало 40-х годов, 19-го века, колокольня вот Сразу за партнером на аллее размещалась, так же каплая рощица, причем высота почти 100 метров, 94 с половиной метров, колокольня была ярусная, на ее месте была небольшая шатровая колокольня, и ее Константин Андреевич Тонт заменил холстами тройки, тоже взорвано. Причем самое-то обидное, ну ладно бы, жалко конечно потери, но если бы что-то на этом месте построили. Так взорвать взорвали, а построить не построили ничего. Затянулось строительство, потратили больше денег, чем предполагали, а тут еще началась война с Финляндией, а потом Великая Отечественная война, и в результате никогда к этому вопросу не возвращалось. то есть ломать мастера вот со строительством подчас возникают проблемы. Тем не менее, как мы вот не соприкались по поводу перипетий нашей истории, приходится с уверенностью признать, что, как говорится, культура и зима, это шедевр. Проходите в доме, что это возник инструктивизм со всеми его деталями, тщательно продуманный, очень эмоционально, то есть перетекать из клубной части в клубную часть проходите, даже не замечая, в прекрасно освещённой студии для завязки и заступивания, для занятий живописью и графикой. Все в нем хорошо. Несколько раз, правда, изменяли его облик, поскольку это касалось интерьер. Сначала в сороковые годы, но когда мы пытались авангардному облику придать чёртый такой сталинский облик, внешнего облика это почти не коснулось. В 70-е годы, наоборот, решили, что надо сталинское привнесённое налёт этот убрать, но зато добавили своего в 70-е годы. Из вот таких серьёзных изменений внешнего облика, я сказал, это исчезновение этого прохода. Открытая кафешка, когда где-то застеклили, сколько мы тоже в 70-е годы, совершенно набрасный скважный этот район, здесь очень интересно разнообразные красоты. В принципе, считалось, что по аналогичным проектам ещё несколько таких же дворцов культуры должны появиться и в разных частях Москвы, ну, как минимум три. А кроме того, в столице Союзных Республик аналогичные сооружения тоже должны были появиться, не появились. Хотя комплекты проектно-смертной документации есть. И в 80-е годы, в разгар перестройки, когда многим казалось, что вот ещё чуть-чуть, и у нас рыночная экономика, и появятся деньги, и будет возможность самое неожиданное проект реализовать. Ну, тогда проектно-смертной документации появился. И вот, ну, Весинский проект, ну, тоже, хотя бы где-то в Москве, ещё в полном объёме воспроизведён. Но тогда эйфория была всеобщей, и считалось, что даже собор Смольного монастыря, он ведь в Петербурге не довершён. Замысл бы был гораздо более масштабного. Даже его бы в первоначальном замысле смогли построить. В результате постольный казацкий собор, это восстановили храм Христа Спасителей. И, собственно, из таких масштабных проектов мы решили по-надо держаться. Проще говоря уж, если мы говорим о контрастах Симона монастыря, то большего контраста, чем советский авангард и средневековый храмовый постоль Пыска. Вот он, контраст, да, в самом отчётном своём обворожении. Но у нас вся жизнь, как говорится, да, особо. В нашей истории сложной речи, и в архитектуре вот этих проговоречий они тоже отчётного права не имеются. Ну, собственно, то, что я планирую, скажу, в последующий раз. Если что-то упустил...